Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на новом брифинге, который посвящен собственно основным событиям вчерашней торговой сессии и тем событиям, которые у нас впереди. Вы знаете то, что под конец недели, то есть на завтрашней торговой сессии, у нас возможно еще более крутое фундаментальное событие, нежели те, которые у нас были в прошлом, поскольку мы с вами готовимся к инаугурации Трампа. Я искренне верю, что в прошлый раз мы не услышали какой-то конкретики по поводу новых мер стимулирования, бюджетной поддержки для экономики, только потому, что Трамп предпочел все-таки оставить это на десерт и порадовать трейдеров тогда, когда настроение на рынке ухудшится. И вот сейчас, судя по всему, если посмотреть опять же на динамику доллара и те минимальные уровни, которые были зафиксированы, ухудшение настроений, конечно же, произошло. Если начать опять же с нашего привычного набора инструментов, я хочу стартовать с нефти. Здесь, думаю, что тех трейдеров, которые делают ставку на коррекцию, а сейчас уже о плюсе, потому что мы видим, как бренд продолжает снижаться. И настроение непременно еще должны поднять активы, такие как канадец, европейская валюта, ну и в принципе пара доллара и японская иена, потому что локально они пока ведут себя так, как нам бы хотелось и как мы с вами прогнозировали. Что касается бренда, вчерашняя торговая сессия. Клосс 54.27, сейчас актив торгуется чуть выше, 54.37. Но день был, мягко говоря, разгрузочным и если бы еще один маленький шажочек, то мы смогли бы добраться даже до декабрьского минимума. Причина, из-за которых трейдеры продолжают делать ставку на снижение нефти, это, конечно же, опасения за возможное отсутствие тех самых предпосылок, которые могут быть направлены на достижение баланса на рынке, собственно, черного золота. Несмотря на то, что мы видим, как реализуются действия по ограничению производства со стороны отдельных представителей ОПЕК, регионов, которые не вхоживают в организацию, уже много говорили об этом, все равно маловато нефти сокращается и проблема перенасыщения сохраняет свою актуальность. Я думаю, что даже большая нервозность сейчас на рынке спровоцирована тем, что очень много нефти добывается в США и так много, что даже оптимисты, которые делали ставку на этот регион как фактор давления, не попали в точку, когда прогнозировали, сколько же нефти может в перспективе добываться в рамках американской экономики. А сейчас мы говорим о самом настоящем сланцевом буме, поэтому даже могу предложить вам пару комментариев, которые были сделаны на идущем сейчас форуме в Давосе экономическом. В частности, комментарии Боба Дабли, который возглавляет BP. Он отметил то, что американская нефтянка, которая занимается сланцевым производством, как раз вернулась к жизни в прямом смысле, тогда, когда цены на нефть перевалили за 48 долларов за баррель. И разумеется, глядя то, что сейчас котировки гораздо выше, мы можем говорить о том, что рост нефтяных терминалов, увеличение сланцевой добычи будет только усиливаться. Поэтому последние прогнозы от администрации энергетической информации, то, что уже в феврале сланцевое производство прибавит 4,75 миллиона. Ну, в целом, это, конечно же, показатель по производству, а увеличение будет на 41 тысячу баррелей в сутки. И этот тренд, как медианная оценка и прогноз, сохранится и дальше, будет продолжен в таком же ключе, как минимум в течение всего первого полугодия 2017 года. И вы помните, что я позволил себе сделать вывод о том, что такими стараниями и такими ожиданиями, а уверен то, что цифры даже еще будет больше, ну, ссылаясь на администрацию энергетической информации, в США будет увеличено производство примерно на 250-260 тысяч баррелей в сутки. И при этом параллельно можно провести, опять же, срез с прогнозом ближневосточного картеля. Они ожидают, что в ближайшие месяцы объемы поставок со стороны регионов, которые не вхожи в организацию ОПЕК, но которые присоединились к сделке по снижению производства, уменьшатся на 180 тысяч баррелей в сутки. То есть 180 – это ограничение, при этом дополнительные производства со стороны США – 230 тысяч. Я думаю, что контраст очевиден, то, что нефти все равно будет гораздо больше, и то, что Соединенные Штаты Америки, которые не скованы обязательствами и регламентами по ограничению производства, они будут и дальше оказывать очень серьезное давление, такой прессирующий эффект на котировки нефти. Поэтому мы с вами продаем этот актив и будем делать это и дальше. По Brent по-прежнему жду на цель 53 доллара за баррель. И благодаря, опять же, тем тенденциям, которые сейчас разворачиваются, я уверю, что мы сможем добраться до этого ценового рубежа. Хочу отметить то, что несколько часов назад вышел отчет по запасам нефти США по версии API. Запасы снизились на 5 миллионов против роста двумя неделями ранее на полтора миллиона. И логичная реакция обычно на снижение запасов – это рост котировок нефти. Но мы видим, как трейдеры не особо сейчас торопятся покупать этот инструмент, потому что, видимо, понимают, насколько все-таки объемлющим является фундамент, связанный с негативом и наличием потенциала для распродаж. В общем, ставим на коррекцию нефти, придерживаемся нашего прошлого взгляда и копим те аргументы, которые позволяют мне отказываться от этой идеи. Рубль против американцев – 59,39. Я надеюсь, что сегодня с открытия торговой сессии российская валюта будет отыгрывать в не лучшем, конечно же, для себя ключе снижения нефти, которое подавляющим образом было заметно ближе уже к концу торговой сессии. И все-таки жду эту валютную пару выше 60. Как только еще и налоговый период мы минуем, то есть как фактор поддержки для рубля, больше будет аргументов, чтобы продавать рубль и снова ставить на более-менее объективные и оправданные котировки, которые явно выше 60. Поэтому последние шансы в прямом смысле у всех, кто сохранял выжидательную позицию, не торопился и временил, чтобы занять длинные сделки по этому дуэту валютных активов. Рубль вряд ли будет дороже, потому что, чтобы рубль был дороже, нужно, чтобы котировки нефти с текущих 54-27 улетели выше 60. Это больше 10% прироста. И думаю, что весь позитив, который можно было отыграть, на рынке уже отыгран. И такого роста мы уже не получим. Дальше идем. Европейская валюта против доллара. Вчера мы видели, как евро, в принципе, все рисковые инструменты продолжили следить за настроениями, которые были характерны для фунта и для доллара. Ну, хотя тема, связанная с Брекзитом после выступления Терезы Мэй, уже не так актуальна. Все-таки это серьезное событие. Оно прогремело на рынке, рынок отыграл и потихоньку его забывали. Поэтому, соответственно, все снова обратили внимание на американскую валюту. И правильно, потому что доллар уже снова вернул себе статус лидера рынка. И мы ждем поддержки для нашей идеи, связанной с тем, что он должен расти. И, кстати, чтобы параллельно, опять же, поговорить про доллар японский, я на сейчас котировки 114.65. Мы видели эту пару на гораздо более низких ценовых рубежах. И интерес к доллару, который сейчас разворачивается, он базируется на нескольких фундаментальных событиях. Во-первых, это публикация данных по индексу потребительских цен. Вчера этот отчет вышел. В годовом выражении мы увидели рост с одного из семей до двух одного. Впервые, по-моему, с 2014 года индикатор перевалил за 2%. Причины – это рост цен на продукты питания и восстановление цен на энергоресурсы. И, конечно же, высокая инфляция – это основной фундамент, который стоит использовать, чтобы прогнозировать количество и вообще возможность повышения процентных ставок. Если инфляция растет и оправдывается, опять же, комментарии представителей ФРС, действительно, мы сможем увидеть как минимум два повышения процентной ставки. А если еще и бюджетное стимулирование со стороны Трампа будет в том ключе, который мы ожидаем, тогда количество действий, направленных на ужесточение монетарной политики, увеличится. Но в любом случае два повышения, три – не имеет значения. Самое главное – ФРС ужесточает монетарную политику, потому что видит для этого условия и все основания. То есть нам нужно придерживаться длинной сделки по паре доллара и японская и иена, особенно после последних продаж, и ставить на возможность достижения нашей старой цели – 120 иен против американца. Напомню, что завтра инаугурация Трампа. Я надеюсь, что мы получим первые намеки, свидетельства, комментарии по поводу бюджетных стимулов в самое ближайшее время после этого события. Возможно, сам факт инаугурации будет позитивным для доллара. Я надеюсь на это. И еще хочу предложить вам в качестве аргументации покупки конференцию Джанет Хиллен, которая, в принципе, также состоялась буквально несколько часов назад. Что интересного было сказано? Джанет Хиллен повторила позицию тех представителей ФРС, которые мы с вами уже знаем и анализировали. Это Эванса, Розенгрена, Дениса Локкарда и Дады. В частности, то, что ситуация с рынком труда улучшается, максимальная занятость будет достигнута, цели по инфляции также уже почти достигнуты 2%. Базовый показатель уйдет выше 2%, возможно, уже к концу 2017 года. То, что она лично выступает за повышение процентной ставки, видит для этого все основания, считает то, что нужно как раз вот так постепенно действовать. Потому что если сейчас временить с этим, то спустя какое-то время придется повышать ставки более быстро. А это уже создает риски для экономики. В общем, комментарий Ерин стоит воспринимать в качестве мощного фактора поддержки для доллара. Если вы посмотрите, опять же, на реакцию американца, на ее выступление, реакция, она говорит сама на себя. Доллар прибавил больше фигуры. И на потенциале вот этого выступления будет двигаться и дальше. Европейская валюта, вот начали мы с нее, провел параллель с долларом. То, что евро оказалось под давлением из-за сильного американца. А вот что касается статистики, вчера по еврозоне вышел отчет по индексу потребительских цен. Собственно, инфляция выросла как в месячном, так и в годовом выражении. В годовом это 1,1, ну, также очень высокое значение. Основная причина также восстановления цен на нефть. Сегодня у нас суперсобытие, это в 15.45 заседание Европейского центрального банка параметры денежно-кредитной политики, ставка рефинансирования, ставка по депозитам. Спустя 45 минут после этого нашему вниманию будет представлено выступление председателя Европейского центрального банка Марио Драги, где, разумеется, ему придется говорить и отвечать на вопросы по поводу грядущих политических рисков, с которыми столкнется еврозона. Я очень надеюсь на то, что в каком-то ключе мы услышим о возможности новых стимулов, инструментов, возможно, даже получим свидетельство того, что на самом деле, по прогнозам, и сам Европейский центральный банк не так оптимистичен, как многие независимые эксперты по поводу перспектив национальной экономики. Я считаю то, что текущий и сегодняшний фундамент по еврозоне можно использовать с точки зрения все-таки объяснения, почему евро будет позиционно оставаться под давлением. Поэтому, как и раньше, мы ставили с вами на ослабление евро, столкнулись с форс-мажором даже двумя. Это выступление Терезы Мэй и решение, соответственно, Дональда Трампа, пока не вдаваться в подробности по экономическим стимулам. Но все это случится совсем скоро, то есть я в этом ничуть не сомневаюсь, поэтому в отношении евро и доллара ни в коем случае не нужно отказываться от прежних ориентиров. Фунт против доллара. Пока резонирует от конференции и выступления Терезы Мэй, я советую подержаться пока подальше от этой валютной пары, не входить в сделки, потому что волатильность значительная, и лучше подождать более стоящих сигналов, ну или дождаться, чтобы рынок успокоился. Возможно, это произойдет только на следующей неделе, я буду держать вас в курсе. Может быть, вы сейчас видите хорошие возможности для того, чтобы поиграть на дальнейшем росте, либо напротив попытаться закрыть все восходящее движение, которое мы видели. Но это сопряжено с большим риском. Давайте пока сфокусируемся на евро и американцы. USDCAD очень, скажем, хорошую динамику. Вчера эта валютная пара также показала. Если вы проглядели пару, посмотрите на дневках. Это восстановление больше, чем на две фигуры. Из важных событий вчерашнего дня это Банк Канады, который принял решение сохранить процентную ставку на прежнем уровне 0,5%. Но снова вернул на рынки достаточного пессимизма, связанного с будущими перспективами. И обозначил три фактора, вот прямо по счету, как мы это делали. Это контраст монетарных политик Банка Канады и Американского центрального банка. Это расхождение доходности облигаций, долговых бумаг. Это, соответственно, потенциал снижения цен на нефть и, возможно, неопределенность от тех реформ, которые будут реализованы Трампом в ближайшее время. Канадский доллар переживает, прежде всего, за возможный пересмотр торгового соглашения в формате NAFTA. Если это случится, конечно же, канадская экономика будет весьма уязвимой. Поэтому USDCAD, как я вам и рекомендовал, мы покупаем уже. В принципе, если вы это сделали с более низких значений, вы в солидном профите. Но не нужно из дел их выходить сейчас, потому что пара будет двигаться и дальше. Цель 1.35. Из важных событий сегодняшнего дня, как уже отметил ЕЦБ, у нас ставки, потом пресс-конференция в 16.30, в 16.30 также заявки на пособие по безработице в США, и в 19.30 запасы нефти. Трудно предположить, какой отчет мы увидим сегодня. Если запас увеличится, это хороший сигнал для того, чтобы продавать нефть дальше. Если запасы снизятся, допускаю то, что рынок проигнорирует этот отчет, как это случилось с отчетом от Американского института нефти. А по другим активам все без изменений. Американские фонды в рынках мы продолжаем покупать и ждем поддержки со стороны Трампа. А вот золото, как мы вчера говорили, актив, который лишен факторов неопределенности, уже не получает поддержки от слабости американца и вынужден корректироваться, возвращаясь к своим более-менее оправданным ценовым значениям. 1200 долларов за тройскую унцию – это первый сигнал, чтобы снова возвращаться к продажам и ставить уже на дальнейшую долгосрочную коррекцию в район 1150-1100 долларов за один контракт. На этом все. Если есть вопросы, вы знаете, что их можно задавать на нашем официальном канале на YouTube либо на форуме «Амаркетс». Совсем большое спасибо за внимание, хорошей прибыльной торговой сессии и давайте вместе готовиться к суперсобытию завтрашнего дня – инаугурации Трампа. Всего доброго. До свидания.